Добрый день! И вот он, танцующий робот! О боже, вы скоро услышите, под что же он танцует. Вот такой робот в белой коробочке с моргающими и светящимися лампочками. Посмотрите на его глупое и радостное выражение лица. По-моему, он безумно доволен, что он вышел таким. И этот товарищ китайского производства гордится собой явно. Ну, давайте мы посмотрим. Стоимость его, да, 450 рублей, вы уже увидели. Мне кажется, за такую игрушку, конечно, это много, но... Но вы сейчас посмотрите. Мне кажется, что это какой-то внебрачный сын Бендера из Футурамы. Да, мне кажется, это его рука, точнее его микросхема, дело. Посмотрите, он почти как телепузик. Только он, наверное, радиопузик. У него тут колонка на животе. Прикольное название. Радиопузик. Блин, надо запатентовать. На затылке тоже есть колоночка. Такие острые ушки. И пропеллер неожиданно. Ещё и кулаки. Они почему-то прозрачные. А, нет, я-то знаю, почему они прозрачные. Но вы скоро сами увидите множество вот здесь вот колёсиков. Да, ну, что множество? Четыре колёсика. И вот эта странная штучка, торчащая прямо снизу. Что это? Ну, догадки. Вот-вот, смотрите, здесь есть включатель-выключатель. И сразу только, как я поверну рычажок, то веселье начнётся. Итак, итак, ну, и готовы? Приготовьтесь, приготовьтесь веселиться. И поехали. Эй, на камеру работай. Куда ты? Куда ушёл? Во. И это попытка номер два. При первой попытке он чуть пропеллером не отрубил мне руки. И поехали. У него, мне кажется, садятся батарейки. И он абсолютно не хочет работать на камеру. Вот. Всё, батарейка села, походу. Эй, братан. Всё. Да, батареек хватило ненадолго. О, опять. Неинтересно, меня этот ролик не заблокирует на ютюбе за то, что здесь играет музыка, которую нельзя вставлять в ролики. Да, такая штука. Такая штука. Мне кажется, что эта игрушка забавная. 450 рублей она, конечно, не стоит. Да и вообще, я не уверен в необходимости покупки такой штуковины. Ну, в принципе, запаха нету, острых деталей нету. Скорее всего, это, я не знаю, подарить, может быть, какому-нибудь взрослому можно, чтобы тот поржал от души над этим чудиком, но не ребёнку. А так, в общем, такая вот штуковина. Вот такой вот Бендер-младший. А следующая игрушка должна быть простой, незатейливой, милой, а её мудрились сделать пугающей. Утя! Утя-утя. Утя-утя. В Фанни-Тойсе сзади нарисованы какие-то припадочные дети с шариками. И что же это за утя такая? Стоит она копейки. Там ей были нормальные какие-то животные, но утя... Утя это что-то. Вот такая вот утя! Ну, утя, утя заводной. Хе-е, утя заводила. Так что давайте заведём утю и посмотрим, как же он бегает. Прикольные вообще разные есть заводные игрушки, каких только нету. Прямо отдельно могу целый, целый, целый месяц рассказывать только про заводные игрушки, но не буду, не волнуйтесь. Просто... Оп! Утя! Ой, боже ж ты мой, утя не сожрёт меня сейчас? Что ты делаешь? Он бьётся головой об стол? Утя! Утя должен, наверное, куда-то ехать. Ой. Они сделали, вы знаете, больного утёнка. Тут где-то написано, что это больной утёнок, может быть? Нет, нигде не написано. Утёнок вполне себе здоровый. Может быть, мой коврик мешает ему? Вот чего. Да. Да, было и такое. Коврик почему-то для таких вот различных подвижных игрушек не очень подходит. О! Как вам сказать, ситуация не сильно-то улучшилась. Утя также продолжает биться в агонии. Утя! Ааа, Утя! Ладно, ладно, я спасу тебя. Добью! Утя получился какой-то не смешной. Если бы тут написали «Добей утёнка из Чернобыля», было бы ещё ничего. Разукрасили бы его красным и чёрным, сделали бы ему ракез и включили бы музыку какую-нибудь. Это уже... Я что-то перегибаю палку. Но всё равно. В общем, этот... Этот утёнок страшный. И нефункциональный. И... И дешёвый. Но это не даёт ему никаких очков. И вообще никаких очков не даёт, даже если бы был подорогой. Ну и напоследок у меня тут целый набор. Эти игрушки должны быть брутальными. Должны внушать страх. И... В общем... Крутыми парнями быть должны. Но... Получились они немного не тому. Ну... И кто угадает, на что эта подделка? Биороботы. Серия игрушек. Собери их всех. Ну, как бы... Я уже и собрал их всех. Смысл писать такую фразу. Все прекрасно понимают, что это подделка. И она просто отвратительная. Особенно покраска. Мне кажется, что сейчас стоит ждать звонка соседей с вопросом. Не горит ли что у меня? Может быть, я жгу покрышки? Или кучу промышленного какого-то мусора поджёг я у себя дома? Потому что запах стоит именно такой. Начнём с локустов. Если я их правильно называю... Извините, я ни в одну часть игры не играл. Но персонажей этих видел. Они запоминающиеся, колоритные. Все из этой игры классные. Мне понравились. В общем... Немного так я посмотрел на картинки. И... Понимаю, что... Ну... Вот так они не выглядели. Да, может быть, так они даже ещё страшнее и ужаснее. Но... Они как будто вылезли не из земли, а из какой-то выгривной ямы. Серьёзно. Посмотрите, что с ними. Что с их покраской. Ооо... Их как будто из какого-то, знаете, этого спрея красили. И вот... А посмотрите, на какие... Какие голубые глаза у них. Разве они должны быть с голубыми глазами? Что это? Высокий блондин с голубыми глазами? Может быть, это какая-то девушка делала и... Голубые глаза всем? Посмотрите, когда не нужно рисовать лицо и минимум покраски, фигурка смотрится... В общем, даже ничего. Она не разваливается. Достаточно прочная. Воняет, да? Но... Никак не красит руки. Всё нормально. Но как только нужно рисовать лицо, это просто ужас какой-то. Вы ещё увидите... Человеков, которые сделали китайцы. Да, да. И если покраска этих ребят сзади на твёрдую троечку с минусом, то лица... Па-бам! Лица это что-то. Оп! Муа! Привет, ребята! Я люблю воевать с ужасными монстрами! Хо-хо-хо! Да, этот метросексуал с голубыми глазками и напомаженными губами. Эта фигурка не должна выглядеть так. Ну вот, примерно, что должно быть, увидите. И то, что есть у нас. Да. Вот если бы... О, на шею-то, посмотрите. Загорел парниша или не мылся давно. Да, если бы не лицо, то было бы ничего. Так, вот если без лица, смотрите, нормально. А это просто ужас. А этот парень настолько темнокожий, что практически чёрный. Чё сказал, да? Это, по-моему, Доминик Сантьяго. И у него тоже примерно те же проблемы с лицом. Тут голубеньким помазали, тут коричневеньким помазали. Есть! Фигурка готова! Тен-тен, тен-тен, тен-тен. А это Маркус Феникс. Трам-тарарам! Ха-ха-ха! Вы только всмотритесь в это лицо. О, оно отражает всю тяжесть службы в армии для транссексуалов. Что это такое? Где его, дружок? Где? Вот они. У, привет, как дела? Какая у тебя помада? У меня вишнёвый блеск, а у меня малиновый зной. Фу, пойдём воевать, дружище. Пойдём. А ещё в комплекте идёт огромная куча бесполезнейших аксессуаров. Почему бесполезнейших? Потому что, вот, смотрите сами, берём бронежилет и... О, старший брат слишком рано отдал жилет. Давайте попробуем что-нибудь другое. Давайте попробуем каску одеть, может быть. О, а у вас есть на размер поменьше. Давайте попробуем что-нибудь ещё. Попробуем... Что это? Ой, а что это такое? Ну, и оружие, которое ни одна фигура практически не может держать, так как задумано. Ну, он может либо вот как-то так держать, либо не может держать. Ну, вот, вот разве что, вот, ну и то всё это как-то вываливается криво и косо. В общем, такой набор. Стоимость этого набора была, по-моему, 200 рублей. Такое количество странных фигурок за 200 рублей – сомнительное, сомнительное удовольствие из-за запаха, да? В принципе, если бы не было этой вони, не стояло, то за 200 рублей в качестве пушечного мяса они бы вполне себе подошли. И можно исключить вот этих двух голубчиков. И у нас получается дешёвые, плохо покрашенные, но всё же такие достаточно крепенькие фигурки. А насчёт оружия, давайте-ка кое-что проверю. Ну и да, оружие можно приспособить для фигурок от Чап Мэй и от Ланарт. Кстати, Ланарт фигурки держат оружие получше даже, чем Чап Мэй. Вот и сказочке конец, а кто ставил лайки – молодец! Также молодец, кто подписан на канал, и тот, кто вступил в группу, тот, кто сделал репост этого видео в ВКонтакте. Вообще, все молодцы, спасибо вам за просмотры, и пока-пока, до новых встреч! Скоро ждите результаты конкурса. Утя, ты как?